Свой спортивный суббренд GR, то есть Gazoo Racing, Toyota долгое время держала строго внутри родной Японии. Но теперь от былой стеснительности не осталось даже следа. Поэтому боевые спецверсии появились и в России. Правда, рассчитывать на настоящий спорт, то есть мощные моторы, жесткие подвески и прочие атрибуты быстрой езды, увы, не приходится. Что седан Corolla, что кроссовер CHR, получив пакеты GR Sport, лишь принарядились внешне. Так Corolla достался черный декор кузова, крохотный спойлер сзади, до 17-дюймовые колеса. Отдельной платной опцией значится окраска крыши антрацитовой эмалью, но она доступна исключительно для белых и серых машин. В салоне рельефные сидения, красная прострочка плюс накладки на порогах. Тем удивительнее, что единственная комплектация предлагает фронтальные аирбэги и обычный кондиционер. И это при цене под 1 800 000 рублей. Как говорилось выше, силовой агрегат оставлен стандартным. Это безнаддувный двигатель 1.6, с которым состыкован вариатор. Впрочем, и у модели CHR вполне стандартный двигатель и трансмиссия. То есть двухлитровый атмосферник, вариатор и передний привод. Зато кузов оттенен черными акцентами, плотные кресла обшиты искусственной замшей, а ухватистый руль обтянут перфорированной кожей. И, конечно, в отделке салона использована красная нить. Цена такого сухарика – 2 147 000 рублей. А вот Ауди выводит настоящих спортсменов. Это универсал RS6 Avant и лифтбэк RS7 Sportback. Оба при разгоне до сотни уверенно выезжают из 4 секунд, но стоят под 10 миллионов рублей. Впрочем, это еще цветочки. А ягодки идентичны по технике кроссовер RS Q8, за который просят 10 миллионов 240 тысяч рублей. Вся троица имеет идентичные 600-сильные битурбомоторы, дополненные мягкогибридной навеской. Чтобы машины умели ездить не только прямо, всем им полагаются активные задние дифференциалы, полноуправляемые шасси и спортивные пневмоподвески. Понятно, что при таких ценах список оборудования сразу включают и матричные фары, и комбинированную обивку, и премиальную акустику. Хотя за такие приятности, как кожаный салон или панорамная крыша, придется платить отдельно.